Hello, beautiful people! How you doing? Очень часто слышны в разговорной речи И для тех, кто только начал учить английский Или учит его недавно Иногда бывает непонятно То есть вроде бы тебе кажется, что слово звучит как-то знакомо Но непонятно, что это вообще за слово такое Я говорю о вот этих всех Wanna, gonna и прочих Поговорим сегодня о них И начнем с сокращения По-разному оно произносится Ima, Ima, Ama Вот эта вся история на самом деле Ничто иное, как I'm going to Знаешь, кому-то лень сказать I'm going to Говорят Ima Например Я собираюсь сделать себе очень крепкий кофе И закончить эту статью сегодня Следующее gonna wanna Gonna, ничто иное, как going to Собираться что-то сделать I'm gonna save some money and buy a house Я хочу отложить немного денег и купить дом Это неправда, к сожалению Но вот так можно использовать это слово Еще wanna, естественно У Уитни Хьюстон есть такая песня I wanna dance with somebody I wanna fill the heat with somebody Чего плохо спела, но дело не в этом Wanna означает want to I wanna dance with somebody I wanna fill the heat with somebody Я хочу потанцевать с кем-то Хочу почувствовать жару с кем-то Вот так Это переводится Еще, конечно, есть gotta Гора Это have got to Например Слушай, мне пора идти I gotta go What to be Вот это gotta Многие меня спрашивают, что за гора Еще вот это double t Оно звучит как На самом деле это double t I gotta I gotta go Следующий лот нашей программы Do know Do know это I don't know I don't know Например I don't know what he's gonna do I don't know what he's gonna do То есть в проброс очень быстро произносишь И вот это don't know превращается в don't know I don't know what he's gonna do Вот тебе, пожалуйста, оба сокращения в одном предложении Еще есть give me Give me это give me Give me some food, I'm starving Дай мне какой-нибудь еды Я же уже умираю от голода Вот так Сюда же пойдет kinda Kinda Это kind of Например Did you guys have an argument or something? Kinda Ребята, у вас какая-то ссора была Вы поругались И ты такой Ну, вроде как То есть, чтобы ты понимал Вот эти все сокращения В сленге это нормально В разговорной речи нормально Но если вдруг нужно написать Какое-то официальное письмо Или ты сдаешь экзамен То, естественно, нужно использовать Полную форму Kind of I'm going to I am going to И так далее Следующее сокращение Outer Outer Это out of Как правило, это речь о каком-то месте Например, стала безумно популярна фраза Straight out of Compton После того, как вышел этот фильм Straight out of somewhere Означает, что ты откуда-то родом Straight out of Compton Прямиком из Compton В смысле человек там вырос и родился Или можно сказать Я пошел Например Если ты собираешься со мной так разговаривать Я ухожу И еще сокращение, которое мне очень нравится Вот эти наши все девочкинские Что ты делаешь? Что ты делаешь? Это как раз What are you doing? Или О чем ты думаешь? Вот это все Gotcha Gotcha Это Когда ты кого-то понял Например, ты говоришь Ты говоришь кому-то Убедись, что ты выключил весь свет Везде, во всей квартире Когда уходишь Человек говорит Понял Принял Вот это Ну и, пожалуй, последнее на сегодня сокращение Это Иса Это Я только что услышала мою песню по радио И это вот мечта сбылась Вот такие сокращения Надеюсь, что теперь, когда ты будешь слышать эти слова в проброс В речи, в фильмах, в программах, на ютюбе где-то Тебе будет понятнее, что они значат И будет проще понимать английский Спасибо за внимание До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok